На недохоб абитуриентов у Белорусском Державном Университете Транспорту не скарзится. У гэтом научальном ходе, например, на особной специальности конкурс складаус выше 4 человек на место. Правда, гэта не значит, что тут не затекаюны у яше больше подрыхтованных абитуриентах. Университет, кажусь, дае широкие теоретичные и практичные веды, а лишь и студенты повинны иметь такую подрыхтовку, каб анализовать великий объем информации и рабить адекватные выводы. Познавальный тур гэта макшимась на протягу полутора годин доведаца не только об назвах и студжек факультетов, а и ознайомиться с некоторыми их особливостями, не доталёво зразумела, а легкопить, каб склассивые явления. Провести и поучаствовать в экспериментах, которые проводят с ними магистранты и преподаватели. Они им очень доступно объясняют отдельные особенности специальностей. У Белорусским Державном Университете Транспорту кажуть, что готовые подъядиться опытом с іншими ВНУ. Урещи задача во всех одна. Профессийная ориентация старшеклассников, каб и выбор рабиди свядома, и працавали потом по отриманной специальности. У Вогули познавальный тур по университете у нечем нагадывая гульню. На одном факультете необходимо намалевать 3D-фигуру, на другим – сноси свой минерал. Головное, каб было заправдать цикаво и корыстно. Будет еще приезды, почему по весне очередную партию привезем, поэтому полностью девятиклассников привезем в перспективе, чтобы они полностью представляли, что такое Белорусский государственный университет. Хоть только познавальным туром в Белорусском Державном Университете Транспорту обмеживаться не сбираются, и уже распроцовали для потенциальных абитуриентов новую программу с наведыванием бурового карцера для непослухменных студентов, подземельев и других незвычайных мест. Тем более, что в домах установы их хопает. В общем, профессиональная ориентация ведется уже не один год, поэтому, как зацикавить будущих студентов, необходимо постоянно шукать нечто новое. 30 апреля в Белорусском Державном Университете Транспорту пройдет исторический квест с правой тем, что значная часть установы находится в будинке Буловой Мужчинской гимназии, которая существовала с 1898 года. Организаторы запевнивают, что можно будет доведаться весьма интересная история с городской истории. Алисин Теров, Валерий Купайко, телерадио Компания Гомель. Субтитры создавал DimaTorzok